Иван Сачков после перенесенной простуды столкнулся с осложнением. Начал плохо слышать на одно ухо. Обратился к врачам и помимо стандартного лечения ему предложили реабилитацию на новейшем тренажере, который изобрели в Самаре в прошлом году. Это началось после того, как у меня заложил нос. Я начал этим вопросом заниматься и все пришло к тому, что у меня, видимо, это дало осложнение на левое ухо и у меня снизился уровень пространственного слуха. Мне помогло. У меня было где-то 7 или 8 тренировок. Ну, то есть там входной порог и постепенно увеличивается объем тренировок. И в конце все, как бы, у меня восстановился слух и сейчас я прекрасно слышу. Мы проверяем пространственный слух на разработанный нами программно-аппаратном комплексе. В нем используются слова, которые произносит женский и мужской голос. Его преимущество в том, что не всегда мы в пространстве слышим только писки, какие-то звуковые сигналы. Мы всегда слышим речь, мы всегда слышим звуковые сигналы бытовые. Восемь колонок располагаются вокруг пациента и издают различные звуки, будь то шум улицы или звуки ресторана. Задача слушателя – отреагировать и определить, с какой стороны и какой именно звук исходит. Я дам вам очки виртуальной реальности, где будут отображены колонки на разных градусах по расположению от вас. Также у вас будет пульт, при помощи которого вы будете отмечать, в какую сторону вы слышите. Процедура занимает порядка 15 минут и со стороны похожа на фантастический фильм. Но это уже отработанные технологии, которые более чем реальны. Благодаря этой чудо-технике временно утраченный слух восстанавливается гораздо быстрее, а пациенты, нуждающиеся в слуховом аппарате, легко к нему адаптируются. Сокращение периода адаптации, то есть самая главная задача не просто выдать слуховый аппарат, а адаптировать. Это тяжело было достигнуть, когда пациенту не объясняли, как пользоваться этим аппаратом. Ему просто выдавали это средство и говорили, живи с этим аппаратом. Он выходил на улицу и понимал, что ему так же сложно ориентироваться в обстановке, в окружающей, в сложном мире голосов, звуков машин. И он сталкивается с этой проблемой, часто что делал? Снимал свой слуховой аппарат, клал на полочку. Испробовать такой тренажер пока могут не все нуждающиеся в нем самарцы. Он существует в единственном экземпляре и исследования продолжаются. Однако многим пациентам, которые наблюдаются в клиниках медицинского университета, удается прочувствовать на себе технологии будущего. Мария Левна, Григорий Плешаков, События.